Мы выезжаем в Лысинкум. Зая, скажи всем привет. Здравствуйте. Всем здрасте. Едем. Едем мы сейчас, увидите куда. Так, мы приехали на новую почту в Лысинки. Заходим. О, обладатель автоклад. Говорит Игор, что легче. Говорит, легче. Кажется, пока. Что, назад? В багажник, что-то катался. Давай назад. Положили на заднее сиденье. Там очень хорошо. Все, поехали распаковывать. Пришли распаковывать автоклав. Все, заставили мы его, наконец-то, домой. Довезли с новой почты. Будем сейчас смотреть, что нам передали. Мы решили поменять. В этом году автоклав у нас был на 16 баночек. Теперь мы взяли на 24. Потому что столкнулись с такой проблемой. Ну, в общем, объем нас не устраивает. Не влазит. Вроде хозяйство небольшое, но оно уже не влазит. Надо значит больше нам. Ну, начнем распечатывать. Сейчас будем смотреть, что изменилось, что поменялось. Заказали мы на той же фирме, где и год назад. Поменяли. Да. Взяли там же только большего объема. Будем. В общем, сейчас увидим. Ровно год назад мы заказывали на 16 баночек. Прошел год. Так что кто будет заказывать, заказывайте на 24 сразу. Да. Самый годовой. Сам говорят, что это... Мы тоже это поняли за год. 16 пора столкнулись. Не влазит у нас 16 больше. Особенно, если у кого-то есть хозяйство посерьезнее, чем у нас. побольше живности, или кто хочет за раз больше сделать, тогда надо больше. Первое впечатление, он намного легче. Даже я его поднимала. Да, он на этот поднимала. Ну и чуть выше, чем тут у нас. Вот. Ключик вам понадобится разводной для зажима гайка. это в любом случае. У нас в прошлом году даже ключа не было, мы его покупали попозже. это подсказка. Ну, это подсказка. Что я хочу сказать еще? Намного качественнее видно. Металл хорошо шлифованный. Это такое, мое мнение, не профессионала, человеку, который уже год пользуется автоклавом. Человек, который пользовался одним, теперь вторым. Сразу скажу, намного выглядит на вид качественней. Вот. Все, вкручено, пропаяно, запаяно. Так, что там в серединке? Еще раз могу повторить, кто не знает, это у нас для накачивания давления. Это у нас сам, как он, не знаю, как правильно сказать, ну, в общем, датчик давления, а это спускной клапан стоит. А здесь, сейчас мы посмотрим дальше, должен быть градусник, сюда он вставляется. Там есть целая коробка. Коробочка. и две подставочки. На какие, собственно, устанавливаются баночки. То есть, они там внутри ставятся, на них ставятся баночки. Вот. Вот внутри идет медный нагреватель воды. Стоит уплотнительная резинка. Ну, как бы, с этим мы разобрались. Да, он, кстати, по сравнению с тем, что у нас 16 баллов немного, он больше. я смотрела на 10 сантиметров выше. Так, ну, теперь посмотрим тоже. Тут у нас должно находиться сам градусник и электрический этот. Вот, книжечка. Вот, мы знаем с прошлого. книжечка. Книжечка. Клава БТОРа. это инструкция, паспорт, инструкция. Ой, тихо. А это идет книжечка с рецептами. Покажи, я посмотрю, как изновес. Так, вот, фирма. Кому интересно, мы потом снизу в описании еще напишем. Автоклав комьюи, город Черновцы. так, это паспорт, гарантия на 60 месяцев. классно. Вау, да, гарантии дают. Схема. Так, больше такого ничего нет. Подготовка, общее сведение. это потом уже в работе вам покажем. Так, и сборник рецептов. Самое важное было на последней страничке. Так, мы чуть цвет. Мясные консервы, мясо птицы, рыбки. Режим, выдержка. Так, книжечка вроде не поменялась. Ничего не поменялась. Да, основные рецепты тут есть. О, горошек есть. Видишь, ты искал. Вроде что-то добавилось. Так, ну, будем готовить. Классно, что идет книжечка, потому что на первое время сразу, когда покупаешь автоклав, очень удобно, что уже есть рецепты проверенные, я так понимаю. временем. Так, ну, показывай, что в коробочке. Ну, собственно, в коробочке идет сам электро- прибор, на котором выставляется время и температура. Ну, подробнее мы уже объясним. так, и идет градусник, термометр, градусник. Вот. Это для вторичного контроля, потому что, как бы, тут есть контроль температуры, и этот идет для вторичного контроля. то есть вот такой градусник. Вот. Ну, вроде как бы все очень качественно запечатано, все доехало в целости и сохранности. Так что все, проверим еще его. Все изготовлено в этом году, кстати. Да? 6-го, 16-го, 13-го, 10-го, вообще свежо. Свежо. 5-го. Угу. То есть все новое, все непрозраченное. Проверим еще на все. Пропускное давление. В принципе, можно еще мы летим проверить сразу его на давление. В общем, сейчас мы оденемся и выйдем на улицу, попробуем его насосом на включение от машины. нам еще нужен с тобой насос ножной, нормальный. Это мы уже два раза заказывали на одном не очень хорошем сайте. Как он там называется? Не помню. На букву М. Мобилак. Я никому не рекомендую. Они уже второй раз присылают нам ножной насос и он постоянно бракован. но в общем класс. Класс. Качество конечно улучшилось намного. Еще раз повторим. Первое впечатление очень хорошее. Благодаря тому, что уже все прикручено. Плюс он очень качественно полировано. Повторимся. Прошито. В общем. таких изменений больше никаких. Все остальное будет познаваться в работе. Сейчас смотрите дальше. В общем мы идем на улицу проверять подготавливаем к пробному запуску. кстати вычитала в инструкции какая все-таки разница с прошлым годом. написано перед отправкой мы запотлевали и вкрутили в крышку все внешние комплектующие и проверили автоклав под давлением. Но если вдруг после накачки одной атмосферы вы визуально слышали что из бака сочится воздух работать с ним дальше не стоит. Ну и предпринять некоторые меры. Вот поэтому надо обязательно его проверить. Так продолжаем. Продолжаем да решили мы все-таки надо что проверить. Мы Игоря постригли прошло полдня просто. Пока нашли насос решили нет машине на улице решили все-таки насосом. Он конечно ножной но качаем руками потому что пока не хватает короткий шланг. Ну ничего. Ну вот мы накачали атмосферу даже чуть-чуть больше накачали. Теперь подождем немножко вроде не травит. так отстегиваем перекрываем кран все то есть мы ничего не докручивали до сборка магазинная ну вроде как стояло так и стоит. колпачок пока мы так решили приеду уже когда будем готовить то да попробуем ну как мы делали мыльной водой чтобы увидеть промажем все так и посмотрим посмотрим ну в принципе если бы натравила он бы уже спускал где-то 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 так советовали можно не мылить проверить проверить удобно сейчас что оно все собрано собрали качественно ничего не травит я закрутил гайки накачал атмосферу ну спускай все работает все спускаем спускай клапан по чуть-чуть спускаем спускаем так как когда мы спускаем когда есть банки внутри резко нельзя надо по чуть-чуть потому что посрывать но то будет потом подробно расскажу когда буду делать готовить готовить все 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 работает все до новых встреч ждите покажем как он работает уже в приготовлении все пока пока Продолжение следует...